Все чаще звучат совершенно несочетаемые слова детская наркомания. Взрослые, умудренные жизненным опытом, люди приходят в ужас от этих страшных слов. К сожалению, они могут коснуться любого подростка. Что делать, как защитить, как предупредить о смертельной опасности и насколько эта тема актуальна в нашей республике, узнавала Альбина Ламкова. Я узнал о том, что моего сына ВИЧ, это от него, от самого, к сожалению. Он с 13 лет начал употреблять наркотики. Никто не может подумать о том, что проблема употребления наркотических веществ может коснуться его родных. Но, к сожалению, эта беда не обходит стороной и жителей нашей республики. В период 2020 года, когда у нас была новая коронавирусная инфекция, казалось бы, мы все находились дома на изоляции. Тем не менее, нами было зарегистрировано 67 случаев заражения. На школьных мероприятиях специалисты часто поднимают тему, направленную на профилактику ВИЧ-инфекции – наркомании в молодежной среде. Эти проблемы, к сожалению, актуальны. В этом направлении большую работу проделывают волонтерские группы в школах. Здоровый образ жизни – это не только модно, но и необходимость. Сейчас пошла такая молодежь, которая очень влиятельная. И на более младших детей, даже более младших возрастов, она может очень сильно заблуждать. И дети могут даже не догадываться, что приняв одну дозу, сейчас, в будущем у них будут огромные проблемы. Также ты портишь себе здоровье. И я считаю, что эта тема очень актуальна. И такие мероприятия нужно проводить очень часто. А также самое важное, чтобы родители это понимали. И родители сами проводили такие беседы со своими детьми. Средний возраст наркомана в республике от 20 лет и старше. Но, тем не менее, специалисты считают, что на эту тему необходимо уделять большое внимание в школе. У нас есть и пациенты, которые состоят у нас на учёте, есть, конечно же, и наркопреступления в нашем регионе. Поэтому самое основное, что остаётся как самый рабочий и действующий механизм, это, в первую очередь, первичная профилактика. Беседа о вреде употребления наркотиков и возникающих проблемах проходила оживлённо в форме вопрос-ответ. Дети с большим интересом слушали специалистов. Это объясняется тем, что педагоги 15-го лицея уделяют этой проблеме много внимания. Профилактическая работа проводится как с подростками, так и с их родителями. Потому что большая часть восприятия мира закладывается в семье. В частности, основы здорового образа жизни. Оградить детей от всех проблем в жизни невозможно. Но только смертельные угрозы, как наркотики, по силам каждому. И это должно быть главной задачей именно родителей. Взаимопонимание – одна из основных частей воспитания. Эта работа, конечно, не лёгкая, но выполнимая. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.